здравствуйте друзья вкуснецов дмитрий вашему вниманию очередной звонок лично мне по моим якобы долгам из русского стандарта и в этот раз я решил ну не знаю назовите это как угодно поглумиться поиздеваться а может быть наоборот попытаться достучаться до их сознания до их души ну некая гульнара ничего с собой не могла поделать и здесь вам решать что она вообще чувствует ощущать так внимание поехали алло здравствуйте здравствуйте звонок вам поступил с банка русский стандарт служб финансового контроля город москва таска 36 зовут меня загадулина гульнар и дарвина скажите пожалуйста кузнецов дмитрий евгеньевич это вы а дмитрий евгеньевич здравствуйте еще раз на данный момент от лица банка готов вам предложить на очень выгодных условиях решить вопрос оплаты заключительного требования по карте gold золото номер договора 88 17 08 88 по данному договору вам банк сформировал и выставил заключительные требования согласно 711 статье вам необходимо придти к оплате всю сумму долг выйдя на временном платежом и на сегодняшний день данная сумма у вас состоится сумма в размере 885 тысяч 226 43 копейки скажите пожалуйста по какой причине оплаты мне производится что у вас случилось дело в том я вот буквально вот вот вчера еще позавчера бы позвонили может быть и договорились я вчера поехал машину за миллион 50 тысяч купил блин а еще знаете надо масло поменять ну машина не новая очень хорошая бмв 5 серии знаете там два с половиной литра мотор и надо масло сейчас поменять тысяч на 15 антифриз тоже надо поменять но колеса хорошие стоят такие знаете блин на 18 диск крутые машина обалденная и я горю может меня поздравить мы с вами сейчас разговариваем не о вашей машине которую вы купили мы сейчас разговариваем у меня ну как бы на счете продав в иностранном банке есть деньги но оттуда сложно выводить а так осталось немного ничего страшного дмитрий евгеньевич вы можете перезанять и противовыделение банка на форме не республика не занимает деньги вот как ваш банк занял и больше все я зарекся денежные средства банка взяли потратили у меня же я же рассказывал на карту украли не помню нет вы помните на ютюбе живут выкладывается все ролики переговоры с банкирами на моем канале позднецов дмитрий евгеньевич набираете смотрите там гульнар вашей с вами если вы конечно несколько человек одним именем не представляетесь то значит я с вами разговаривал не раз у меня давно давно даже я справку носил уголовное дело там возбуждено что в банкомате у меня банкомат карту проглотил мне сказали на второй день прийти когда я пришел сказали что карты в банкомате нет банкоматом ее сожрал прям буквально вот я ее засунул оплачивать очередной платеж и у меня карта в чем-то ну на вид что-то там зависла и сказали на второй день прийти я пришел на второй день карты нет банкомате не сообщили а там была вся сумма которую банк не дал больше ни на никаким образом ее а ну короче говоря сказали пишите заявление возбуждение уголовное дело я так и сделал все принес в банк оказалось что я должен а я забил вы бы тоже наверно забили да как ваше имя отчество забыл гульнара но гульнара красивая да можете просто называть гульнары я так и буду делать договорились а сейчас я зарекся знаете когда знаешь тоже уже есть возможность где-то взять и человек расслабляется а если понимаешь что надо жить по средствам человек тоже нормально живет но только по-другому в другую сторону смотрит не как знаете прихлебатель сам расценивает свои возможности и понимаете все хорошо я могу купить машину за миллион я могу скажем так позволите путешествовать я же не скрывал никогда ничего от банка а банку я предложил если вы чем-то недовольным я сейчас не буквально вам и с вами конфликтовать не наберет лично с вами гульнара суд банк пострадавшая сторона если банк считает что его интересы были затронуты каким-то образом пожалуйста давайте в суд а вы банк не подает суд уже три года почти что сейчас чуть-чуть еще и тит начнется знаете что такое срок исковой давности все у меня никакой официальной претензии за это время от банка не было кроме звонков а нужно либо по закону 20 3 по моему статья до гк рф там по моему нужно я не помню сейчас по моему 203 могу ошибаться либо я сам должен признать что я должен ну то есть расписаться да где то что я должен деньги либо должен быть из как банка в течение трех лет вы дополнительные соглашения имеете ввиду дмитрий евгеньевич любой документ будет написано что я должен банку деньги если я распишусь в течение трех лет где-то тогда естественно я вас поняла почему не хотите оформить ресторан а зачем у меня елки мотал я же объяснил карту сперли банк среагировал пассивно сам банк получается все оборудование банка заглотила его да а потом мне сказали что нет никакой карты то ее своровал сотрудники банка либо инкассаторы понять мне меньше всего это интересует но это меня сподвигло на определенные шаги вам банк полностью отменить все неустойки все странно ну что ну ни копейки это самое там тратил совсем немножко да и так отменят не отменят вы не отменяйте смысл вот этого вашего заявления отменят но если не отменят что дальше я все равно ничего не буду вносить в банк понятно столько дней столько дней вы видите сколько там дней скажите сколько у вас сейчас на данный момент общий долг перед банком 880 4 тысячи 200 тысяч на карте было вы сами слышите себя но вам банк отменить все неустойки все штрафы суммы размере 548 тысяч 200 тысяч на карте гульнара 200 тысяч на карте было какими длинные вы сами прекрасно понимаете что что вы оплату предварительно не временно выходили на задолженно вы утверждаете что вот вы понимаете а вы почему ничего не понимаете а как нет а вы что вы личность у вас раздвоение личности вы механизм станок токарный я сейчас действую от лица банка дмитрий я вас понимаю стоп секунду это приоритетное состояние любого нормального здравомышлящего индивидуума первую очередь акцент ставить на человеческих пониманиях но я не прошу вас никакой пощады вы что я же заявил вам если участвует внимание если банку заявляю под запись разговора я отказываюсь от оплаты это запись тоже у меня в телефоне ведется мне автоматически все телефонные переговоры запись вы хотите в принудительном порядке это называется по вашему принудительный порядок а по моему это называется добровольный порядок а знаете что будет я по-другому имею право я свои приоритеты и свои термины каким-то образом эксплуатировать наверняка вы думаете что ими потому что человек который обратился в банк в качестве заемщика не является быдлом это человек он и остается человеком если я выбираю право выбираю свое право эксплуатировать определенные термины то у меня это право никто забрать не может и так я повторяю я вам еще раз повторяю добровольный порядок для меня именно судебный но я знаю что в добровольном порядке выключите сотрудника банка выключите сотрудника банка не надо я с вами как человеком разговариваю если вы будете еще раз повторяю как бы вы не называли ситуацию для меня она звучит так как мне выгодно и так а терминах мы больше спорить не будем это глупости я просто четко вас конкретно в юридическом формате оповещаю что просто так в досудебном формате я банку не заплачу ни копейки если у банка есть претензии ко мне как партнеру как участнику договора а у нас с вами договорные отношения простые гражданско-правовые отношения пускай банк идет и заявляет о своей претензии суд официально пишет иск но далее я закончу позвольте ульнара если ситуация выглядит таким образом каким вы ее тоже вместе со мной видите я практически на 99 процентов уверен что никуда банк не пойдет ни в какой суд заявлять не будет потому что юристы в банке тоже ну хоть немного но адекватные люди и понимать что в суде ничего не получится потому что будет применена санкция злоупотребления правом почему банк в течение 60 дней не подал в суд банк не сможет предъявить в суд ту самую накрутку процентов которую сейчас предъявляет мне в надежде что я оплачу что я дурачок а я не дурачок наверняка вы это уже заметили сделали определенные выводы и так напомню есть термин юридический в суде эксплуатируется очень 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 активно злоупотребление правом если конечно суд подаст банк простите подаст суд и просто будет ждать что ответчик будет стоять и жевать топли и плакать от того от этого слова суд то конечно судья станет на сторону банка но если человек грамотный защищающийся эксплуатирует юристов либо сам свои собственные знания а я вам напомню я юрист сам лично мне надо никому обращаться вот компания алям кузнецов дмитрий евгеньевича немного отвлекусь еще да я дмитрий евгеньевич поняла на ютюбе посмотрите наш канал и очень многое поймете я смотрела мы с вами разговариваем вы понимаете как хорошо звезды сошлись гульнара что я с вами разговариваю вот в таком как вы любите говорить конструктивном формате вы знаете как я бы мог с вами разговаривать у меня очень хорошее настроение вчера приобрел классный автомобиль я живу в свое удовольствие извините за выражение не в вашу сторону сейчас фраза в сторону банка русский стандарт плевать я хотел на эту контору и вам рекомендую оттуда потому что это да хорошо только по дмитрий евгеньевич всего доброго до свидания давайте всем привет вот такая ситуация друзья мои ну вот смотрите кому интересно про срок исковой давности давайте вместе зачитаем это чтобы вам было понятно да действительно я не ошибся статья 203 перерыв течение срока исковой давности течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом должником в нашем с вами случае действий свидетельствующих о признании долга я расшифрую то есть если вы должны в банк микрофинансовую организацию будет другую структуру денежки и они в течение трех лет к вам не предъявляют претензий соответственно это можно квалифицировать как отказ от тех самых претензий если они вас каким-нибудь образом вытащили к себе либо пришли к вам сами с документами подсунули какую-то бумажку где вы поставили свой автограф даже если оставалось до истечения трех лет там пускай один день то все начинаем отсчитывать новые три года я имею ввиду если эта бумажка гласит о том что вы действительно что-то дам кому-то должны вот ну и второй вариант это официальная претензия это иск в суд в этом случае тоже скажем так срок исковой давности начинает действовать снова и мне кажется что гораздо проще подать иск в суд чем раскрутить грамотного должника на подпись но допустим со мной этот фокус уж точно не пройдет да наверное с любыми подписчиками нашего канала то же самое я надеюсь во всяком случае на это но как по-другому ну и это же надо прокомментировать злоупотребление правом тут самый случай когда вы можете на основании статьи 10 гражданского кодекса российской федерации расписать вот эти вот возможности ваши в том числе потому что во многих договорах они даже сами пишут что в течение 60 дней банк оставляет за собой если простите если человек не платит в течение 60 дней то банк про оставляет за собой право подать в суд расторгнуть договор бла-бла-бла и все такое в итоге этим они не пользуются и отжимают у людей последние вот этих коллекторов привлекают сами там всяких от сотрудников якобы старших высших там главных но вы знаете как они представляются причем все одним именем данный конкретный вот ролик доказывает этот факт и пытаются в досудебном формате взыскать и понятное дело взыскивают но я еще раз выражаю надежду что не с подписчиков моего канала ну уж точно не с моих клиентов если вы еще не подписались на мой канал то пожалуйста скорее подписывайтесь и слушайте 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 а если вы действительно хотите все решить законном формате окончательно не только скажем так в голове но и на бумаге то пожалуйста предлагаем вам наши услуги с большая организация в один из крупнейших юридических операторов на территории российской федерации как устроена наша работа что мы для вас сделаем сколько стоит сколько времени займет какие результаты вы получите вы можете посмотреть у нас на сайте в презентации как устроена работа кредитных юристов компании алиам ссылочка на наш сайт в описании этого ролика когда любого другого я вам сразу скажу забегая вперед но очень очень кратенько результаты нашей работы мы создадим условия когда банку будет выгодно отказаться от претензий а как эти условия создаются это большая работа которую мы очень хорошо знаем и умеем делать но результат этой работы приведения вас комфортному платежу комфортный платеж это платеж который вам совершенно посилен который можно платить не замечая вообще ну грубо говоря сколько бы вы не были должны а можно платить по 500 рублей причем делается это через судебного пристава перед этим проходит определенный этап и не один и действительно ничего страшного в этом нет но для банка это категорически невыгодно что через судебного пристава все деньги идут на судный счет на погашение тела кредита сумма через суд зафиксирована банку это еще раз повторю невыгодно и мы вынуждаем банк отказаться от претензий как банк отказывается от претензий забирает исполнительный лист либо еще в досудебном формате понимая что за клиента работают грамотные специалисты компании аля ограничивается только вот такими досудебными взыскательными мероприятиями которые для нашего клиента никакой нагрузки не несут по что наши клиенты отчетливо понимают и вы хотите понимать тоже пожалуйста посмотрите видео на нашем сайте вам в помощи чтобы вы не искали в описании в правом верхнем углу сейчас вылезет кликабельная подсказка вот она также хочу заметить что в описании этого либо любого другого ролика и ссылочка на нашу группу вконтакте вконтакте мы все наши ролики дублируем подписывайтесь на нашу группу вконтакте узнавайте еще больше смотрите наш канал еще раз повторю подписывайтесь на него ставьте лайк попрошу отдельный репост в соц сетях потому что нужно чтобы как можно больше людей узнали всю правду но еще раз подчеркну посмотрите видео на нашем сайте вот еще раз смотрите в правом верхнем углу выходит кликабельная подсказка вот она для вас кликните по ней попадете на наш сайт если вам все понятно сделайте все по инструкции заполните форму и в рабочее время с вами свяжутся наши специалисты если вы что-то недопоняли не услышали если у вас остались вопросы по кредитам пожалуйста мы с вами поговорим и все поставим уже как говорится на свои места и вам будет все понятно а на этом я с вами прощаюсь с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания оля всего хорошего друзья свидания